Друзья, я вас приветствую на канале о сложном простое. Меня зовут Сергей. Сегодня мы продолжим работать над каталогом товаров по версии 2023 года. Сегодня мы начнем делать сущность продукт, потому что ее нужно сделать. Давайте я вам напомню в очередной раз, чтобы не пропустить новые видео. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, можете комментировать видео, а можете перейти на сайт kolomonga.net и в форме обратной связи задать вопросы, которые вас интересуют. Пишите, я буду отвечать и возможно прямо в блоге, а может быть на новых видео вы услышите свои ответы. Переключаемся Visual Studio и давайте ее креативить. Давайте для начала откроем нашу инструкцию. нашу инструкцию, который называется Visual Studio Code. И здесь, как вы помните, мы закончили работу с категориями. Здесь остались некоторые нюансы. Мы будем реализовать по ходу. И давайте введем в сущность продукт. У нас есть Name Description Price. Нам нужно реализовать практически все то же самое. но, наверное, за исключением того, что немножко чуть больше. Есть дополнительные пару методов, которые нужно реализовать, чтобы, так сказать, какую-то аналитику нужно было делать. И, собственно, давайте начнем, наверное, с простого GetAll. И, в общем-то, смотрите, здесь практически есть запоминание того, что мы уже где-то делали. И я могу открыть категорию. Здесь у нас есть GetAll. Ну, в общем, есть два варианта. Взять и скопировать эту папку, переименовать ее. В общем, все, чтобы внутри нее влетает. Но я не думаю, что это хороший вариант. Хотя, теоретически, так можно тоже сделать. Давайте создадим папку Product Endpoints. И, наверное, в ней создадим сразу папку Queries. Вот. И посмотрим, что у нас можно взять, допустим, GetAll. Ну, вот, простите меня, я скопирую. Потому что так мне удобнее. И я положу это в Queries. Вот, Profile. Ошибся. Вот Product. Queries. Ctrl V. Ну, в общем, что здесь нужно сделать? Здесь нужно взять слово категории, поменять на Product. И, в общем-то, там все нужно заработать. Давайте проверим. Я найду вот так вот категории, поменяю на Product. В текущем документе. И нажму Alt-A. Взамен. Ну, и мне нужен теперь, соответственно, ViewModel. Здесь мне нужны какие-то expression. Давайте их тоже всех создадим. Не мудрство, а лукавое. Ну, вот, я прошу прощения за такую наглость. Хочется показать, что можно делать это. Ну, давайте, вот опять же, есть категория Creative Model. Но я вот создав здесь такую же папку ViewModels. Вставлю сюда. И здесь также скажу, что это у меня теперь продукты. В общем, на самом деле, можно все это очень сильно ускорить. Давайте начнем с того, что возьмем, что у нас есть вообще в продукте. И посмотрим, что нам нужно, собственно говоря, реализовать. То есть, то, что нужно создать непосредственно на стороне клиента. Итак, Name само собой, Description, да. Категория будет выбираться. Для этого мне в кредит этого не нужно. Пользователь будет выбирать из списка. Значит, мне нужно предоставить список категории. Price может ввести review. Нет, конечно же. Первоначально при создании нет, не может. Теги. Ну, у нас с тегами, на самом деле, тут все немножко сложнее. Давайте visible мы сделаем по умолчанию false, то есть новый созданный продукт. А вот насчет тегов, давайте сделаем такую штуку. Я, во-первых, здесь скажу, что у меня была стринг. И этот стринг будет содержать теги, которые можно будет через точку запятую, например, ну, забрать и раскидать на теги, которые являются объектами. Вспомню, что у нас есть здесь нюансы, да, что при создании товара можно добавить несколько меток. Метка существует, она создается. Если существует, то привязывается к объекту. И также при удалении, если эта метка последняя, где использовалась, то она должна удалиться. То есть, как таковые метки мы не будем создавать, собственно говоря, поэтому я решил делать продукт. Вот, поэтому метки будут просто приходить в точке запятой. В общем, перечисляться, собственно говоря, в этом поле, это называется текст через точку запятой или там через запятую, неважно. Вот. Ну, и возникает вопрос, как пользователь их сможет выбирать. На самом деле все очень просто. Можно сделать отдельный сервис, который будет по первым буквам искать в сервисе какие-то совпадения и выпадающие в списке показывать, которые пользователь может выбрать и, соответственно, отправить их при создании иного продукта, соответственно, на бэкэнд. Ну, возможно, когда-нибудь, может быть, вдруг, если попросите, мы сделаем UI, но нам пока не важно UI, мы будем получать список меток и это, как бы, наш контракт, который мы сейчас будем выполнять. Так, и что нам нужно? Ну, давайте начнем, что у нас есть категория expression, вот оно, и он лежит в категории. Давайте я его вот так вот скопирую, потому что, по большому счету, мы будем практически то же самое делать, только уже с продуктом. Я его так же назову product expression. И, соответственно, ну, давайте вот пока вот так сделаем. мы здесь будем получать... Ну, я понимаю, что это плохо, конечно, но... Да, кстати, смотрите, вот здесь вот уже... А, здесь product count, да. У нас здесь, наверное, вот этого не нужно, и там у нас, соответственно, у нас вообще такого модула нет, поэтому я пока просто поправлю. Ну, на апдейте у нас будет свой продукт категории. Ну, вот как-то вот так. Понятное дело, что и продукт вьюмодел, и, собственно говоря, и апдейт вьюмодел нужно создать. Давайте я тоже не буду тратить на это время. Создам их, подключу, потом покажу. Давайте начнем с того, что я сделал. Я создал пачку вьюмоделов, вот они все. Один, ой, один даже не переименовал. Сейчас давайте переименуем. Я создал название, то есть назвал свойства, которые я буду запрашивать у пользователя, то их здесь будет немного. То есть для создания продукта мне нужно название, описание, категория, прайс и метки. Для обновления мне нужно практически такое же количество свойств, помимо тех, что были, еще и visible добавляется. Для продукт вьюмодел я взял все свойства, которые есть продукты, и идентификатор, и дата создания, и кто создал, кто обновил. И, собственно говоря, сюда включаются и теги, и вьюмоделы. Обратите внимание, что каждый из вложенных объектов превращаются тоже во вьюмоделы, и они лежат в той же папке, где и лежит у меня, собственно говоря, продукт. То есть, если мне потребуется какой-нибудь ревью вьюмодел для другой какой-то сущности, связанной с ней, ну, в общем, понимаете, что такое агрегат, и здесь у меня лежат эти штуки, которые привязаны к этому продукту. Тут у меня корень агрегата в данном случае, и здесь также лежат все, собственно говоря, свойства этого вьюмодела. Дальше, помимо того, что есть ревью вьюмодел, есть также и теги модел, здесь у меня есть только id и name, больше, собственно говоря, здесь ничего нету. И, соответственно, я добавил еще product expression, давайте его тоже переменую, вот, в котором вот эти вот все перечисления сделал. Но в данный момент я сейчас возвращаю в основном заглушки, а мы их будем обрабатывать чуть позже и потом, потому что, ну, это немножко по-другому приделается, вот. Ну, и также на update, ну, об этом пока не будем говорить, чуть попозже. Помимо всего этого, давайте я закрою все, я еще создал тот самый endpoint, ну, то есть endpoint, так называемый, где, собственно говоря, тупо прям скопировал, помимо того, что скопировал, я переименовал категории S на product и категории на product. И, в общем-то, вот такие вот у меня заглушки появились, они, в общем-то, ничего не возвращают. И, собственно, я уже, теоретически, готов выполнить реквест. Ну, посмотрите, на самом деле, с точки зрения банального идиции этот реквест не имеет смысла, потому что, если у меня миллион товаров, я сделаю get all, вот этот весь миллион. на самом деле надо сказать, что для отчетов, ну, смотрите, другая история. Давайте сначала, это, да, бессмысленно, потому что возвращать все там миллион товаров пользователю, который будет их листать там до потери пульса до самого низа, это глупо. Get all обычно требуется, когда нужно сделать какие-то репорты, да, какие-то настройки, агрегации, допустим, произвести. Но это уже не часть круда, это уже часть репортов, а это совершенно другой, ну, и, если хотите, даже тип приложения, да, то есть это делается уже по-другому, через, допустим, без использования даже юнитов ворка и без использования даже entity framework, в общем, имейте в виду, что репорты, они требуют больше памяти, больше времени на выполнение, поэтому нужно отказаться от получения всех сущностей, ну, вот как у меня, ну, то есть это пусть остается, но, тем не менее, имейте в виду, что это, на самом деле, очень глупое решение. Ну, и, соответственно, я вот здесь вот создаю его, ой, я делаю его request, давайте пока на этом остановимся, где у нас bot get all products f12, вот мы сюда пришли, ну, и раз у меня здесь есть медиатор, то я сделаю tun, медиатор, а нет, просто, медиатор, send you request, и, собственно говоря, сюда мне нужно отдать от контекста, cancellation token, так, и здесь у меня еще что-то спрашивается, get all, а, user, да, ну, здесь все просто, context.user, опять же, чтобы возвращать все или не все, ну, вот, собственно говоря, и практически реализация готова, давайте запустим, проверим, еще надо сказать, что я апдейт поправил, смотрите, у меня теперь здесь put, ну, не забудьте, я что-то промотался, вот, ну, и здесь у меня вот get all, я делаю tie, try, запускаю request, понятно, что у меня сейчас здесь ничего нет, даже если я залогинюсь, у меня все равно будет пустой request, ну, надо создавать товар, ну, в общем-то, основу мы подготовили, давайте теперь определимся, что мы будем делать в следующий раз, и я как раз думаю, что мы будем создавать вот этот сам товар, подставлять категорию, то есть выбор категории будем отправлять в объем модуле и наполнять его, ну, и, соответственно, когда мы его создадим, а, ну да, там еще и метки нужно будет разбирать, да, будет веселое видео, так что давайте пока на этом остановимся, есть продукт, есть get all, я считаю, что мы его закончили, опять повторюсь, что это не совсем верный с точки зрения бизнес-операции метод для продуктов, которых, может быть, там миллионы, поэтому, в общем, фильтруйте как можно сильнее вашу базу, чтобы, ну, было пользователю удобно видеть именно то, что он хочет, ну, и да, еще надо сказать, так, давайте я остановлю приложение, я помимо вот этого вот expression, я сделал еще и в db-context, сейчас я найду application db-context, вот так вот, вот application db-context, здесь я добавил, чтобы для продукта, вот, наведейшие свойства категории всегда загружалась и тенги тоже будут всегда загружаться, то есть, в общем, имеете в виду, что это очень прикольная ситуация, когда вы автоматом погружаете сущности, которые работают в агрегации, ну, то есть, если грит продумает древний дизайн, то это, короче, прикольная штучка. Так, ну, давайте на этом я с вами попрощаюсь, сейчас следующее будем видео уже создавать непосредственно продукты и там потребуется много чего поделать, так что готовьтесь к видео, скорее всего, будет следующее очень длинным, я с вами прощаюсь, вам желаю всего хорошего и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok